История России в фотографиях Михаил Шолохов. Держаться. Истина. Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному. Михаил Шолохов. Тихий дом. Мальчик на этой фотографии, сделанной в 1910 году, Михаил Кузнецов. Такую фамилию носил будущий писатель до 1912 года, так как был нахоленком, незаконно рожденным. И что-то незаконно рожденное словно преследовало Шолохова всю жизнь. Обвинение в плагиате, в идеализации кулачества и белогвардейщины. Уступка с Нобелевской премией. 15-летним юношей Шолохов был в плену у Махно. Несколько лет спустя был приговорен к расстрелу за проявленную лояльность во время работы с таничным налогоинспектором, но был отпущен. Над Тихим Доном, своим главным произведением, Шолохов работал 15 лет. С 1925 по 1940 год. Концовка романа пришла к нему во сне. Трагедийная эпоха была. Требовалось писать. Удивляюсь, как люди не стали писателями в эту эпоху. Все участники этих событий. Вспоминал Шолохов. В публикации первого тома «Тихого дона» Шолохов помог главный редактор журнала «Октябрь» Александр Серафимович, автор романа «Железный поток». В публикации третьей книги «Сталин», встречу с которым организовал Максим Горький. Несмотря на то, что автор романа «Разгром» Александр Фадеев требовал исключить из этой части 30 глав, Сталин дал разрешение на публикацию без купер. В 30-е годы на писателя было совершено несколько покушений. Во время Большого террора он писал Сталину о злоупотреблениях НКВД. «Надо покончить с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным. Такой метод следствия позорит славное имя НКВД и не дает возможности установить истину». Реализм Шолохова называли свирепом. Нападки и обвинения в плагиате продолжались на протяжении всей его жизни. Но, несмотря на это, Шолохов стал одним из самых известных и титулованных писателей Советского Союза. В 1965 году он стал единственным советским писателем, получившим Нобелевскую премию «Согласие руководства СССР». В Нобелевской речи Шолохов сказал «Я видел и вижу свою задачу как писателя в том, чтобы всем, что написал и напишу, отдать поклон этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который ни на кого не нападал, но всегда умел с достоинством отстоять созданное им, отстоять свою свободу и честь, свое право строить себе будущее по собственному выбору». В 60-х годов Шолохов фактически отошел от литературы. Нобелевскую премию передал на постройку новой школы в Вешенской, где прожил до конца своих дней. Увлекался охотой и рыбной ловлей. Резко выступал против Синявского и Даниэля, подписал письмо группы советских писателей против Солженицына и Сахарова. Рукопись романа «Они сражались за родину» незадолго до смерти сжег. Шолохов умер от рака гортани 21 февраля 1984 года. По словам внука писателя, с начала болезни и до самой смерти он не принял ни одного боли удаляющего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok